здравствуйте друзья сегодня речь пойдет о кризисе о том как уберечь свои деньги кризис будет серьезным и разговор будет тоже достаточно серьезно 3 февраля на своем канале телеграме я предупреждал о том что 2018 год это год кризиса единственное что я не назвал сроки сейчас это время настало вообще если внимательно понаблюдать за кризисами последних лет которые прошли буквально у меня на глазах я был активным участником кризиса 1998 года затем был 2008 год сейчас наступил 2018 год и так последние три кризиса они у нас случались раз в 10 лет и именно цифра 8 всегда сопутствовала этим кризисом и вот теперь есть важное предупреждение уже с точными датами этого кризиса о которых я хотел бы с вами поделиться возможно кому-то это поможет да невозможно точно поможет уберечь хотя бы частично свои капиталы и так чем обусловлен этот кризис 2018 года ну во-первых следует признать что десятилетний тренд роста на мировых финансовых рынках уже закончен федеральная резервная система и администрация сша поставили себе задачу уничтожение экономик развивающихся рынков в угоду спасения экономики сша в первую очередь атаки подвергнутся россия и китай во втором эшелоне потонут уже мексика бразилия и многие страны африки такие как нигерия юар также страны азии инструмент подъем учетных ставок и изъятие лишней наличности с рынка доллар в ближайший месяц взлетит практически ко всем местным валютам и мир ожидают в скором времени массовые дефолты по долларовым кредитам задача абсолютно простая собственно как и все планы американцев опустить ниже плинтуса россию и китай в первую очередь а также другие развивающиеся рынки исключение в этом кризисе составят только австралия япония и израиль европейцы уж будут спасаться сами кто как сможет то и объединяясь в какие-то коалиции кто-то будет спасаться самостоятельно сильнее всех пострадают так называемые меньшие братья евросоюза такие как болгары румыны чехи словаки но также и греки испанцы и безусловно итальянцы трампу удалось купировать корейский кризис и после встречи ким чен и на он может приписать себе в актив это как заслугу это большое достижение реально и теперь американская администрация сфокусируется полностью на двух вещах это иранская ядерная программа и давление на россию естественно что первым шагом началом кризиса отметится заморозка российских активов так называемого сомнительного происхождения но здесь нужно понимать что администрация президента сша все российские активы считают сомнительными и для этого у них есть свои причины мы все с вами знаем что в последние годы только по официальной статистике из россии было вывезено более триллиона долларов они были переведены во всевозможные офшоры трасты и еще более сложные схемы и владельцы этих счетов считают свои средства находящимися в безопасности но мы все с вами видим что в последнее время у крупных олигархов блокируют арестовывают счета у крупных олигархов не только из россии у таких как например фридман но и украинских олигархов таких как коломойский и других активы будут блокированы тотально одновременно и без всяких разъяснений все счета свыше 15 миллионов долларов будут заблокированы решение уже принято окончательно и уже давно согласовано с регуляторами различных стран речь идет обо всех счетах имеющих российское происхождение на кого бы они не были открыты нельзя будет не снять деньги не перевести их в другой банк не оплатить крупные покупки совершенно ничего будет разрешено использовать только пять шесть тысяч долларов ежемесячно с таких крупных счетов на необходимые покупки просто на еду все остальное будет заморожено до доказательства законности происхождения этих средств а с развитием банковского кризиса все эти средства будут просто конфессуруются конфискованы для погашения долгов самих банков почти все известные офшоры которыми любят пользоваться русские и не только русские будут выпотрошены в одно мгновение кайманы сейшелы панама кипр виргинские острова российские деньги в британских офшорах будут конфискованы полностью все что свыше 20 миллионов долларов будет конфискован вопрос только будет с какой суммы подведут тотальную черту максимальная планка согласована на уровне 50 миллионов евро причем речь идет о совокупных счетах владельца где бы они не были спрятаны по каким юрисдикциям не были бы разбросаны и за каким трастом они бы не прятались понятно что будут известны далеко не все активы спрятанные разбросаны по разным счетам но уже этого будет достаточно для того чтобы арестовать до 70 процентов всех активов российского происхождения нет пока полной ясности по таким офшором как люксембург бельгия голландия лифтенштейн мальта и гибралтар но в дубае сингапуре и гонконге будут заблокированы крупные счета российского происхождения также еще новость о том что фискальные органы сша великобритании швейцарии франции а также бельгии и некоторых других стран планируют крупномасштабную акцию по вскрытию ячеек и сейфов а также выемки документов из аудиторских компаний на них не распространяется тайна как например на адвоката будет проведено с лечение недвижимости закрытых счетов банковских счетов и закрытых трастов так что я предупреждаю все у кого есть ценности и документы в сейфах швейцарских и лондонских банков лучше их оттуда поскорее забрать в данном случае даже более надежным местом будет ячейка в сбербанке россии всем странам будет разрешена конфискация любых российских активов или активов российского происхождения включая недвижимость виллы в испании италии франции конфискуют вместе со счетами в германии австрии швейцарии и скандинавских странах скорее всего на такие жесткие меры не пойдут но это не точно из этой всей ситуации напрашиваются три оперативных решения во первых постараться распределить свои деньги максимальное количество банковских счетов в разных юрисдикциях все что еще можно убрать из кипра и британских офшоров убрать немедленно пока еще для этого есть возможность перевести 90 процентов всех средств из долларов в евро а также в криптовалюту как факт для того чтобы можно было спасти какие-то более мелкие платежи на хлеб насущный чтобы можно было уехать в какие филиппины и на черный день сберечь себе средства параллельно необходимо срочно начинать собирать бумаги и заверять их у международных юридических и аудиторских компаний о чистоте происхождения капиталов будут требовать документы начиная с двухтысячного года то есть с момента первого избрания путина президентом россии никакие бумажки из российской налоговой они менее претензий по уплате налогов приниматься в расчет не будут даже на это не надейтесь только заверенный аудит уполномоченной аудиторской фирмы большой четверки плюс ну несколько крупных фирм которые есть в каждой европейской например стране которые не входят в b4 или в big for естественно что и сами банкиры и клерки и менеджеры и адвокаты с удовольствием поучаствуют в распиле денег наших с вами сограждан поэтому полагаться на то что у вас есть знакомый друг знакомый банкир и у вас не очень хорошие отношения вы встречались с его семьей вы вместе выпивали дорогое вино на это полагаться не стоит эти люди в первую очередь вас разделу и сделают это с особым цинизмом и удовольствием данная машина будет запущена с началом обвала на финансовых рынках который начнется сразу после принятия отчетов банков по дефолтам по кредитам которые в свою очередь пойдут чуть позже после объявления очередного повышения ставки федеральной резервной системы как мы знаем буквально три дня назад федеральный резерв принял решение о повышении учетной ставки на 0 25 процентных пунктов а также было объявлено что в течение этого года ставка будет повышаться от 5 до 7 раз таким образом рефинансирование многих коммерческих кредитов и займов станет невозможно из-за увеличившейся процентной ставки коммерческие бонды уже начали сыпаться яркий тому пример тесла а также прочие крупные компании уже не могут занимать под 2-3 процента годовых из 500 крупнейших американских компаний прибыль показывают в лучшем случае лишь треть а 80 процентов всей прибыли крупнейших 500 американских компаний показывают всего 30 компаний 8 банков 2 фармацевтических гиганта apple google facebook amazon и еще пятерка крупных транснациональных корпораций в общем из 500 компаний зарабатывают 30 остальные 470 в самом лучшем случае топчется на уровне 4 процентов годовой прибыли то есть по факту они являются убыточными а прибыль рисуют бухгалтеры в европе ситуация еще хуже чем в сша а про остальные страны даже говорить не приходится я уже писал как-то в своем канале telegram что многие китайские компании этой сверх крупной мировой развивающейся экономики полностью закредитованы настолько что очень трудно разобрать где у них прибыли где у них убытки скорее всего они все убыточные в последние три года мировая экономика росла только за счет новых кредитов которые брались для того чтобы погашать старые причем коэффициент такого роста был просто до неприличия низким на 1 доллар новых кредитов прибавлялось всего 20 центов ввп то есть более 80 процентов всех новых кредитов направлялась на рефинансирование старых а что будет дальше вы спросите ну а дальше ликвидация национальных государств этот процесс объективных и создание но так что те кто надеется что имея личные доллары наличные доллара они смогут пережить этот кризис просто наивные дурочки сразу после конфискации денег со счетов вторым пунктом сразу же отменят наличные то есть будут запущены новые деньги позволить обменять старые деньги на новые будут разрешать только в объемах не более 30 тысяч долларов на каждого человека то есть на каждого члена семьи а на семью всего не более 200 тысяч долларов вот тогда и настанут самые веселые времена для российских китайских или нигерийских миллиардеров в таком случае они смогут своими бумажными долларами из кубышки просто топить свои дорогие мраморные камины вообще в этой ситуации лучшее что может сделать российская власть это готовится переходить на собственную цифровую валюту разговоры об этом велись еще в прошлом году но по настоянию минфина и центробанка россии разговоры были отложены обсуждение этого вопроса было отложено до 2019 года то есть как мы сейчас с вами понимаем до того момента когда это уже будет поздно но сейчас вот в данный момент пока еще это сделать не поздно и пока это может получиться если объявить подобно тому как это объявила венесуэлу ну конечно с большим успехом объявить российский цифровой или крипто рубль который будет обеспечен золотом нефтью бриллиантами всем достоянием что есть в россии и будет плотно связан напрямую торговлю с китаем по юаню по цифровому юань что касается цифрового юаня если нам кажется что китайцы тоже ничего не понимают то мы ошибаемся китайцы конечно все очень хорошо понимают и поэтому о цифровом юань и заговорил новый председатель народного банка китая он сказал что в китае скоро наличные юани пропадут все деньги будут цифровыми на сегодняшний момент шувалова определили во внешне шконом банк и этот человек отвечает за разработку в негосударственной международной цифровой валюты в случае дестабилизации восточноевропейских стран развал евросоюза будет практически не остановить то есть в принципе развал евросоюза предрешен останутся лишь германия франция австрия бельгия и голландия возможно с ними скандинавские государства которые сформируют новую еврозону но уже без балласта в виде испании италии и прочих новых государств восточноевропейских в первую очередь ну британия как мы знаем заранее вышло из этого хаоса и так этот кризис не будет похож на кризис 98 2008 года если сравнить вообще мощность кризиса этого с теми то это будет полноценный цунами причем в 9 баллов оценка максимальная в очень короткий срок испариться 60 процентов стоимости фондовых рынков что останется спросите вы что нужно ну естественно в такие времена самым лучшим активом является домик в деревне но где-нибудь например в чили альпах а лучше всего на алтая алтай прекрасное место для того чтобы пережить кризис плодородная черноземная почва хорошая пшеница хорошие земледелие великолепное место кто выживет из компаний выживут средние производственные фирмочки маленькие заводики и небольшие сельскохозяйственные фермы крупных не останется естественно кризис переживут транснациональные корпорации куда им деваться весь средний бизнес пойдет под снос его практически не останется выдержит или маленький бизнес ну или очень крупные компании весь офисный планктон в условиях этого кризиса вымрет как класс тоже останется останутся чиновники естественно военные мчс естественно торгаши сотрудники крупных компаний частные предприниматели с навыками выживания в кризис другие не пролезут необходимо срочно создавать экс территориальное блокчейн государства о чем я говорил в своем прошлом видео на островах и во всевозможных автономных областях куда собирать молодых образованных здоровых людей из разных стран мира на этих самых островах в этих самых автономных зонах нужно запретить всяческую политику идеологию бюрократии ввести абсолютное равноправие коллегиальное самоуправление небольшой свод базовых законов и социальной этики все этого достаточно выживать будет легче небольшим но эффективным и самодостаточным государством автономным областям с технологиями производства и собственным айти таким образом после этого кризиса появятся новые две ветви цивилизации условно говоря старая изжившая себя и новая цифровая причем в новой модели общества будет отменены полностью все групп структуры государства на стороне новой цифровой цивилизации естественно станут айти гиганты такие как google amazon и apple ну и facebook с теслой тоже каждому придется выбирать с кем ему по пути особенно молодым поколению вайзет вообще с позиции высших сил старая цивилизация это тупиковая ветвь развития общества это просто мусор и балласт на базовом повседневном уровне определить принадлежность индивида к одной из двух цивилизаций легко те кто in то есть в теме и те кто 88 процентов и те кто нет водоразделом является технология блокчейн это новейшая технология и разделе человечества на формацию new age от уходящей 6000 летней эпохи раба гражданина до среди людей старой формации много хороших людей но в силу возраста они не способны на переход переход сделают уже их дети и внуки таким образом продолжат эволюционный путь в новой цивилизации не будет разделения на расы национальности религии идеологии не будет частной собственности и капитала все будут жить единым равноправным социумом на основе рациональных целей объективных потребностей и индивидуального развития технологии будут служить социуму и каждому его члену в полной мере и в гармонии с окружающей средой не потребуется не полиция не налоговая не прочие службы только внешняя оборона и нечто вроде мчс и системы здравоохранения оборона и почти все производство будет возложены на роботов человек будет творить созидать и лишь управлять этим процессом сегодня многие среди молодежи это понимает этого желают и будут готовы действовать как только настанет момент и после глобального финансового кризиса такой момент настанет многое пока неизвестно и трудно прогнозируем например что будет сша после кризиса возможно сценарий природных катастроф изменений климата доступа к чистой воде и карты локальных войн стабильными будут немногие страны это центральная и северная европа россия в пределах центрального федерального округа южного федерального округа урал алтай и часть сибири африканские страны такие как кения эфиопия уганда гана а также аргентина австралия канада и аляска неизбежно потери россии части сибири от байкала и всего дальнего востока в пользу китая и японии причем это произойдет мирным путем без войны вероятно в силу масштабного природного катаклизма который случится в юго-восточной азии десяткам миллионам беженцев и переселенцев из китая и японии потребуется для жизни новые земли и россия им такие земли предоставят ближний восток египет и ордания падут под экономическими проблемами открытый вопрос большой войны между сша израилем и ираном и сейчас эта война завязывается уже состоялись первые обмены ракетными выстрелами между израилем и ираном на голландских высотах с территории сирии это основной вектор процессов которые уже идут сейчас и которые абсолютно явные спусковой механизм очередной финансовый кризис ужесточение противостояния сша и с россии в самой ближайшей перспективе ее выведенными деньгами в офшоры попытаются закрыть дыры в банковском секторе самый лучший политический ход россии это новый красный союз с китаем и развитие шанхайской организации сотрудничества в настоящий момент вот для развития этого сценария и для перехода в криптовалюту отказа от старых фиатных валют естественно криптовалюта пока еще не до такой степени созрела этот процесс идет она развивается но как я уже писал в своем телеграме о том что и в прошлом видео я вам говорил о том что google собирается выпустить свою криптовалюту естественно к свою криптовалюту собирается выпустить фейсбуке вот так когда эти крупные компании и выпустят тогда видимо она и станет доминирующей криптовалютой в мире и обгонит все старые криптовалюты возможно останется только биткоин еще несколько альтов когда крупные транснациональные корпорации запустят свои собственные криптовалюты 70 80 процентов мусора среди альткоинов просто уйдут в небытие и будут навсегда забыты итак когда это все случится давайте еще раз повторим это случится ровно после окончания то есть в момент окончания в россии чемпионата мира по футболу с 13 по 25 августа то есть активная фаза этого кризиса который можно оценить вообще по шкале в 9 бальный самый настоящий цунами случится буквально вот уже у нас на глазах буквально меньше чем через месяц начало этого кризиса ему будет дано вот такая печальная или может быть для кого-то радостная информация я думаю что если у вас небольшие суммы в валютах в долларах тысячи две тысячи долларов вам боятся скорее всего ничего хотя на всякий случай я бы их перевел в евро с криптовалютами может получиться или может не получиться по той причине что когда вообще все плохо вы понимаете базовым активом становится доллар люди будут уходить туда все и когда будут валиться национальные валюты возможны под этими обломками и похоронят и криптовалюты но может случиться и другое если трамп будет и дальше вести эту политику если будут объявлены дефолты многими государствами многими корпорациями то какая судьба может ожидать доллар можно только предполагать может вполне случиться так что в одном из своих видео я говорил что в 2018 году bitcoin будет стоить миллион долларов это вполне может быть плак правды а может быть и два может быть и три но самое главное чтобы доллар из себя этот что ты к тому времени представлял потому что если произойдет такое цунами на международных финансовых рынках доллар может утратить свою ценность как международная резервная валюта и соответственно его цена к основным базовым активом может свалиться до такой степени что миллион долларов за один биткоин это просто будет уже свершившийся факт во всяком случае криптовалюты точно останутся следует наблюдать за такими криптовалютами как грамм а также за теми криптовалютами которые появятся у транснациональной корпорации и у гугла в первую очередь вот такой неутешительный прогноз но предупрежден значит вооружен желаю вам сохранять спокойствие иметь домик на алтай или домик в деревне все будет хорошо мы выживем и прорвемся потому что в противостоянии сша великобритания против россии китая других стран шосс и некоторых стран восточной европы которые безусловно присоединятся к этому движению будучи выброшенными из евросоюза мне кажется что исход такого противостояния не очевиден для сша как для победителя ну что случится на самом деле покажет время вам желаю бодрости всего хорошего бдите больше уделяйте времени своим близким ну а если у вас есть много денег спасайте свои финансы всего доброго подписывайтесь пока